Степан, мы с вами оба эксперты на этом форуме о Сургутском. Действительно, может быть, какие наблюдения есть интересные о Томасийском округе, о Сургутском районе? Какие? Может, на сайте пришли? Нет, на сайте флик. Это наблюдение просто подтверждается, на мой взгляд. Мой тезис о том, что, наверное, чем дальше в Москве, тем лучше люди. Тем больше люди. А проблемы все те же самые и общие для регионов. Да, и у бизнеса, по-моему, нет четкого понимания, что могут муниципальные власти, а что не могут. И те запросы, как выдвигает бизнес, они скорее связаны с федеральной властью, а не с муниципальной властью. Потому что муниципальная власть, она очень награничена в своих действиях. И возможности маневров в муниципальной власти могут ограничить. Потому что нет эффективного действующего закона самоуправления. нет федерализации страны. И вот, например, актуальная тема для Сургутского района, уплата налога с прибыли, умеется основной деятельностью. Потому что Москва собирает, если не ошибаюсь, 70% всего налога на прибыль выплачивают по всей стране. Но это ненормальная ситуация. Это просто ненормальная ситуация. Я помню, глава рассказывал, что один из трех крупнейших муниципалитетов ушел. Это действительно приятно сильно нахуй. Хотя производство и все инфраструктурные затраты несет муниципальная власть. Хорошо. Но вот все-таки у меня тоже сейчас напроектировали площадки, которые мы делали. Ну, например, адресовали к Санпинам или к федеральным законодательствам. Я пытался вернуть предпринимателей в область того, что они могут повлиять либо на муниципальном, либо на региональном. Если у него все запросы и все проблемы связаны с федеральной властью, а не с муниципальными, муниципальными, ну, условно говоря, может быть, 3-4% от их запросов она может удовлетворить. Все остальное – это федеральная законодательство и федеральная власть. Но вот есть, может быть, один-два хотя бы, то, что либо регионально, либо муниципально. Вот можно им рекомендовать, что они где-то нас здесь, где у нас есть контакт, молот услышат. Всячески просто обнулять те налоги, которые в их власти. Просто их обнулять на бизнес. Потому что вступление от этих налогов минимальное. А даже послабление такой налоговой нагрузки в условиях, когда снижается потребительский спрос, причем Ларина Абрадовна, оно будет приводить к лучшему состоянию мелкого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест и в результате налоговооблагаемой базы региона на увеличение. Ну, так я сейчас представил вот эти 10 предложений губернатора. Тут есть одно из предложений, которое сейчас будет озвучиваться. Это на 3 года обнулить платежи для начинающих предпринимателей. Ну, то, что вы сейчас по сути говорите. То, чем местная власть может снизить налоговое время на предпринимателей, можно и делать сельские. Потому что важнее к самому себе существованию и созданию рабочих мест. И потом, смотрите, маленький налоговое время на муниципальные власти. Разве они не контролируют МЧС? Разве они не контролируют прокуратуру? Нет. Все проверки и бездаемства в основном идут на малый и средний бизнес нагрузка через эти замечательные вирусы. Ну, это барьеры. Да, это не в их контроле. Ну, это федеральное. Ну, а вот все-таки вы эксперт, в том числе в экономической ситуации, в происходящем. Может быть, что-то, что-то можно об этом сказать. Потому что, ну, как если бы мы уже переместились на пару лет вперед. И вот что можно было бы избежать? А ничего избежать уже невозможно. А к чему готовится? Масло уже пролито. Масло пролито, да? Как это, товарищ Волон. Масло уже пролито. А ножка пролито, в общем, все. И действительно, то есть, по-вашему детерминизму здесь полная зависимость. Это не, по-моему, это исторический процесс, который развивается. Здесь тоже ничего не надо. Можно попытаться поселить соломку, но упадать его принесли. Я понял. Но здесь получается так, что лучше все-таки, наверное, знать пациента, чем... Да, это помогает. Как? Как что вы не думаете? Доктор, какой у меня диагноз? Скрытие пока что. Ну, здесь можно сказать, что... Так вы придерживаетесь взгляда, что выше пускай скрытие покажет, или заранее сообщить пациенту? А если даже вы сообщите пациенту, в большинстве случаев пациент серьезно не воспринимет ваше слово. К сожалению. Но мы вот делаем видео, его увидят другие регионы, другие как руководительные эксплуатетеры, так и, возможно, регионального исполнительного власти. Вот, может быть, для них определенный урок можно или что-то порекомендовать им. Понимаете, еще раз, все рекомендации, которые можно дать, они идут в разрез с той системой правил и с той системой управления, которую существует в стране. Потому что они основаны на здравом смысле. А система управления в стране здравый смысл всячески потенциальна, к сожалению. То есть, правильно я услышал, что то, что происходит, движется по каким-то иным законам, чем... Нет, это все движется по законам жанра, как говорится, по законам социодинамики, по экономическим законам. И даже та система управления, которая существует, она сама есть продукт и следствие таятых законов. И поэтому с этим бороться в данной ситуации беспорядно. Можно это понимать, можно это изучать для того, чтобы как-то избегать острых углов и очень жестких падений. Но изменить, к сожалению, уже очень не надо. Ну вот мы здесь на форуме говорим, собственно, конечно, и о нормативно-правовых актах, но есть и другие ресурсы, там, человеческий капитал, возможно, по крайней мере, много предложений. Вот здесь, губернатор, это связано с информационной составляющей. Информировать, доносить, предупреждать. Я понимаю, какие-то еще ресурсы... Я вам просто пример проведу. Вот в стране же, если я не ошибаюсь, несколько лет назад очень громко трубили и даже приняли программу по развитию человеческого капитала. Было декларировано, что есть капитал в наше будущее и было подобное. Замечательные результаты, где эта программа. Результаты получились, как обычно, прямо по той положению. Что нужно для человеческого капитала? Это достойный доход, правильно, для развития. Достойное медицинское обслуживание, достойное образование. За эти годы результат получился прямо по той положению. Поэтому вы можете доносить все, что угодно, вы можете высказывать любые благи и пожелания. Они упадут на глухие уши в федеральном власти. То есть я правильно понимаю, что фактически декларируемые, реально, а не расходятся? Ну, сто восемь раз, конечно. К сожалению, это показывает историю. Криторический вопрос, что делать? Ответ на этот вопрос улечу за собой сразу несколько статей. Хорошо. Леса, по-моему, недалеко от 50. А я же держусь за такой... Ну, а что можно зажелать, действительно? Риски земля и пицца. И наслаждаться жизнью, пока надлится. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!